Четыре сигнала, которые регулируют наше питание. Это физический голод, душевный голод или аппетит, сытость и переедание. Все питание, все отношения с пищей так или иначе связаны с этими четырьмя состояниями и четырьмя сигналами. Давайте рассмотрим их более подробно. Так, физический голод. Это реакция организма на снижение уровня энергии и питательных веществ. Причем естественная реакция организма. Он ощущается в желудке, ощущается в виде подсасывания, урчания, пустоты. Либо иногда бывает так, что человек говорит, я не чувствую в желудке никакого голода, но я просто чувствую в течение дня периодический упадок сил. Это тоже может быть признаком физического голода. Он приходит постепенно. Физический голод неизбирательный. То есть, когда вы сильно голодны, предположим, вы весь день не ели, пришли вечером домой, и у вас нет особо еды, есть какая-то засохшая корочка хлеба, может быть завяемый кусок колбасы, скорее всего, вы все равно съедите, потому что вы очень голодны, а голод, говорят, голод не идет, когда он не избирательный. И в то же время уталяется по-настоящему голод сытный и горячий. То есть, если вы, например, та же ситуация, вы весь день не ели, пришли, очень голодны, но у вас есть выбор, либо тарелка горячего борща со сметаной, с мясом, с кустом хлеба, или, допустим, кусок торта, то, скорее всего, вы интуитивно выберите борщ, потому что это горячо, это сытно. И на такой виду уталяется физический голод. Душевный голод или аппетит – это реакция нашей души, психики, на недовольтворенность душевных потребностей, то есть с телом напрямую это не связано. Ощущается он, как правило, в голове, в виде каких-то мыслей о еде, либо реакции на запах, либо на внешний вид, либо на вкус пищи. Приходит, как правило, внезапно, то есть, например, вы шли с работы, проходили мимо булочной, ничего не предвещало беды, но буквально почувствовали запах, например, своих любимых убили шеи, и сразу же захотелось. То есть он пришел внезапно, хотя еще секунду назад такого не было. И аппетит он либо избирательный, то есть хочется что-то очень конкретного, например, вот конкретно такую-то конфетку или такую-то булочку, либо он, наоборот, абстрактен, когда, например, вы открываете холодильник вечером, в состоянии, что чего-то хочется, смотрите, что бы взять, что бы взять, что бы взять, и так не находите там. Или ходите по магазину с тележкой, в один отдел заглянете, в другой, и так не находите там то, что вы бы хотели. И при аппетите предпочитается, как правило, вкусная еда, нежели сытная. И последнее отличие от физического голода, что аппетит по-настоящему едой не уталяется. Он может уталяться на какое-то время, но, скорее всего, это иллюзия уталения аппетита. И почему, мы посмотрим с вами в следующих занятиях. Следующий сигнал – это сытость. Сытость – это реакция организма на получение необходимого количества генетики и питательных веществ. Опять же, это нормальное, естественное состояние и сигнал, который мы должны чувствовать, по идее, после каждого приема пищи. Ощущается в желудке в виде тепла, наполненности, комфорта. А при сытости есть чувство эмоционального удовлетворения. То есть, если вы действительно поели столько, сколько нужно, это состояние приятное, есть эмоциональное удовлетворение. Это очень важный прием ссытости. И также ощущается подъем сил энергии. Почему? Потому что еда – это энергия. И по идее мы едим, чтобы энергии стало больше, а не меньше. И поэтому, если мы действительно поели столько, сколько нужно нашему телу, мы ощущаем подъем сил, энергии и можем дальше заниматься какими-то нашими делами. В то же время переедание – это реакция организма на получение избыточного количества энергии и питательных веществ. Ощущается переедание в желудке, но уже в виде тяжести, либо дискомфорта. Как правило, это вот очень важный пункт, что присутствует на эмоциональном уровне чувство вины стяда, либо угрызения совести. Когда человек, например, переел, и он начинает говорить, вот ты такая сякаясь, например, та женщина опять объелась, силы воды у тебя нету, и начинается такое угрызение совести. И ощущается, как правило, упадок сил, сонливость, вялость, спад энергии, для людей неприводиченных в часах. Ну и понятно, что при переедании поступает излишки энергии, и это может приводить к набору веса.